Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава НОСУ. И мы разберем здесь главные слова, которые часто повторяют. Это благословит тебя Господь и охранит тебя. Благословение, которое указано в этой главе. В Медрше сказано, что это говорится, первое, благословит тебя Господь, это богатством, а охранит тебя, это чтобы с его помощью ты исполнял заповеди. Есть и другие толкования. Причем богатство книги по Кабале называют именно то, что ты имеешь сегодня. Не больше, не меньше. Так как небо точно знает, что надо в сегодняшний день, в сегодняшний час тебе, чтобы не повредить. Больше повредит, меньше будет хуже. Почему монеты называют зузами? Это слово созвучно слову двигаться, за зуз. Деньги двигаются, монеты перемещаются из рук в руки. В любом случае деньги уходят от человека, либо они, либо человек уходит от денег. Другого варианта нет. Только один вид богатства не уходит от владельца. Это те деньги, с помощью которых совершены митцвы, хорошие дела, заповеди, помощь, нуждающиеся, суббота и так далее. Это единственное, что защищает человека и приносит ему реальное благословение. Еще сказано в Медрешах, что благословить тебя Господь это имущество, а охранить тебя здоровьем. Почему? Ну, очень все просто. Наш праотец Яков дал обед тогда очень интересный. Если бог будет со мной и сохранит меня, то я и даст мне хлеб, и чтобы есть, и еду, и одежду, чтобы одеться. Что это за странности? Бывает у человека, что в холодильнике полно делегатесов, но есть он их не может, потому что болен. Шкаф полон одежды, но хозяин прикован в постели и так далее. Известно в поговорках, в молодости жертвуют здоровьем ради заработка, а позже тратят заработанное, чтобы вернуть здоровье. Поэтому совершенное благосостояние и благословение, это материальность какая-то и здоровье вместе. Кроме того, первые слова вот этого благословения, благословить тебя и охранить тебя Господь, это Раша написал. Это пожелание материального благословения, первые там, во всех жизненных первых. Потому что слово сохранить, в первую очередь, означает, что Всевышний оградит тебя еще от того, чтобы ты не потерял то, что у тебя есть. Очень много люди имеют, а потом теряют. Мы и сами часто тоже, что имеем, не храним. И научиться этому тоже нужно от дворца. Поэтому сказаны главные слова, кто богат, кто доволен своим уделом. Ответ очевидный очень, что вообще всех этих проблем Яков, опять же, про отец Яков дал своему брату Исау. Когда он спросил, он говорит, у меня есть все. То есть Творец дает человеку все, что действительно необходимо ему для существования духовного и физического в эту секунду. Надо только это осознать. Тогда человек начнет радоваться. Но главная ценность благословения Коина заключена в последних словах. Да обратит Бог лицо свое к тебе и даст тебе мир. Благословение мира и ценность мира мы теперь понимаем больше, чем раньше. Вообще речь идет о трех видах мира. Мир в семье, мир в государстве и мир во всем мире. В трактате Талмуда Брахот сказано, что мир будет тому, кто видит во сне такие вещи. Котел, реку и птицу. Что за странность такая, как это понять? Объясняют, два человека, едящие с одного котла, это символ мира в семье. Река это символ мира в государстве, поскольку она дает воду и плодородие для всех его жителей. А символ мира во всем мире, ну вы знаете, это птица, для которой нет государственных границ. Однажды ученик спросил Рэба, насколько верны слова, что не в деньгах счастье. Тот ответил, конечно верны полностью. И доказать это очень просто. За деньги можно купить постель, но не сон. Можно купить еду, но не аппетит. Лекарства, но не здоровье. Слуг, но не друзей. Женщина, но не любовь. Жилищина, но не домашний очаг и так далее. Это то, что названо, можно говорить и дальше. Бывает, что людям мешает радоваться жизни. Что еще? Сожаление. Они думают, что вот у меня тогда, когда было, наверное, я зря потратил на хорошее, мог бы себе что-то купить и так далее. Мог бы, мог бы, знаете. Сожаление о несбывшемся, это глупость. Многие проблемы можно списать на неопытность, отсутствие какой-то там правильной оценки. Вот сейчас, когда человек предается глупым сожалениям или высказывает бессмысленные претензии к другим, он рискует попасть в определение наших мудрецов, сказавших, что человек может остаться лысым с двух сторон. То есть потерять этот мир и грядущий. Возможно, вы слышали о списке сожалений, которые чаще всего посещают человека. Я читал потрясающий список, который составила медсестра, которая ухаживала за безнадежно больными. Следующие четыре главных она написала. Это я посвятил слишком много времени нелюбимой работе, жалею, что не позволил себе быть счастливее, жалею, что у меня не хватило смелости проявлять свои чувства. И я мало времени уделял близким и любимым людям. Но наиболее распространенное, к сожалению, которое посещает человека вот в конце пути, звучит так. У меня не было смелости прожить ту жизнь, которую хотел я, а не на которую меня толкали друзья, знакомые и так далее. Надо жить совсем иначе. Мудрецы сказали, к сожалению, это стремление изменить прошлое. Страх это желание контролировать будущее. А покой это капитуляция уже настоящая. Поэтому вот надо двигаться, надо верить. А вообще помнить одну фразу наших мудрецов. Когда Бог решает твои проблемы, это значит, ты веришь в его способности. Когда Бог не решает твои проблемы, это Он верит в твои способности. Это значит, что ты сам можешь решить свои проблемы. Он видит, Он знает это. Давайте верить Ему и себе. И тогда вот это сочетание даст очень многое. Браха вецлаха.